здравствуйте меня зовут Евгений и мы продолжаем изучать fusion 360 сейчас мы с вами рассмотрим инструмент thread резьба у меня уже здесь есть тело на котором с помощью инструмента hole были сделаны три отверстия сейчас мы воспользуемся инструментом thread вот и мы выделим внутреннюю цилиндрическую поверхность здесь сразу нужно понимать что когда мы строим резьбу нажимаем ok здесь ее как бы физически не простраивается она просто рисуется как будто бы 2d картинка на текстурка скажем так на цилиндрической поверхности отменим действие применим опять инструмент резьба здесь можно поставить галочку model сразу видим такую спиральку вот она физически резьба отрисовывается но при этом на самом деле если очень много будет таких отверстий с большим количеством деталек то система может начать работать заметно медленнее поэтому я сниму так также есть имеется инструмент флэнс мы можем снять галочку и осуществить осуществить резьбу не на всю длину для демонстрации я активирую прорисовку вот так же можем с этим размером побаловаться глубина реза также можем задать еще смещение например 5 миллиметров иногда это будет полезно чтобы резьба начиналась у нас на 5 миллиметров ниже чем начинается вот этот цилиндрик то есть на 5 метров глубже вернем и значение 0 галочку флэнс на полную длину здесь на 3 type здесь нас табличка скажем так стандартов состоит и а из а метрик здесь указан сайс при можем поменять размер на 15 вот и автоматический размер поменяется на 15 мы хотим чтобы это было вот 25 метров вот и автоматически меняется мы этот размер можем менять на самом деле инструменте холл отверстия но также мы можем заранее не знаете как и будет как как будет размер нашего болта то есть можно просто обозначить помощью инструмента холл отверстие где мы будем располагать крепежные такие вот элементы там бабочки будем а потом уже использовать при нарезке резьбы скажем так размер карты будет 12 миллиметров сказать что шаг будет например полтора сайс это будет размер шаг здесь регулируется здесь шаг регулируется класса но здесь стоит 6 каш также можно поменять справа резьбы на левую резьбу она будет нарезаться другой стороны как будто бы нормам окей у нас получилась вот такая вот резьба у нас мы нарезали на внутренней цилиндрической поверхности а сейчас мы используем тот же самый инструмент трет для нарезания резьбы на внешне цилиндрической поверхности включим галочку моделирования у нас здесь цилиндр диаметром есть миллиметров мы можем также поменять на 12 14 миллиметров и чтобы увеличить например шаг до 0 5 миллиметров и увидим что прямо такой мелкий 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 очень часто нарезана на треть по здесь а вот такой вот интересный инструмент для автоматизации скажем так процесса для того чтобы можно было использовать стандартные элементы крепления окей спасибо за внимание